англичан я уважаю и хочу признаться том что я люблю покрепче по-английски с молоком бреюсь бритвой безопасной по-английски перед сыном и соседями признаюсь по-английски и знаком я люблю костюм английский круглый год его ношу а еще я по-английски не прощаюсь ухожу вот такое стикотворение которое так и называется по-английски и вообще много стихов написал у меня я даже не знаю сколько у меня стиху ну по крайней мере стихов 300 наверное есть вот если не больше также есть проза и есть вообще такие уникальные рассказы на одну букву то есть рассказы где все слова этого рассказа начинаются с одной буквы причем вообще я не допускаю чтобы там были какие-то союзы и или там предлоги какие-то посторонние да тоже на какую-то постороннюю букву только одна буква только одна вот таким образом я написал друзья целую серию рассказов у меня есть рассказы на буквы bbg Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С. И рассказ на букву С. Вот так вот, неожиданно. Видите, я еще не все буквы освоил. Вот, ну, будет время вообще писать такие рассказы очень интересно. Я вообще люблю и считаю, что искусство – это когда от чего-то отсекаешь лишнее. А рассказ на одну букву, он тебе как бы так вот немножечко ставит в какие-то рамки, что нужно и сюжет написать, чтобы было смешно. И чтобы читатель тебя прекрасно понял. Ну, это вот свойство русского языка, только русского языка. Ни в каком другом языке невозможно сделать ничего подобного. Квартиру нашу вот эту старую мы сдали. Приехала семья. Они вообще из Красноярска брались. Вот, причем они сразу приехали. Там, значит, три человека, и только вот старший член семьи был здесь, по-моему, 10 или даже 20 лет назад в Анапе. А два его, так скажем, родственника вообще в Анапе не были никогда. Вот они приехали, сняли квартиру и будут жить здесь. Им очень нравится. Нравится климат, нравится солнышко, которое вот заполняет квартиру. Вот. Они еще даже на море не ходили. Пока только обустраиваются, раскладывают вещи. Вот. Мы с Наташей с ними вот буквально недавно, ну, когда вчера или позавчера, позавчера, так вот поговорили об Анапе, рассказали, что здесь интересного. Вот. И я вот с вами тоже хотел бы рассказать, потому что вот эфир наше называется «Переехал в Анапу, а что дальше?» Потому что многие рисуют себе Анапу, ну, как некий такой, не знаю, рай на земле. И думают, что все у них там будет сказочно, феерично, фантастично. Но это, конечно, не так. И когда я отвечаю на этот вопрос, переехал в Анапу, а что дальше, что делать дальше? Я отвечаю на этот вопрос очень просто. Жить. Продолжать жить так же, как вы жили у себя там в Чите, в Красноярске, в Новосибирске, в Хабаровске, в Кемерово. Почему, слушайте, вот в последнее время, что у нас нормы русского языка изменились, что ли? Почему теперь стало позволительно склонять название городов Кемерово, где в Кемерове? У нас вот также газетка местная, Анапа, тоже пишет. Вот есть у нас поселок Витязево, и они упорно везде пишут. Витязево. Ну, что такое, друзья? Я не знаю. Я сам филолог, я знаю, что вообще нормы русского языка, они, да, они со временем могут меняться, но эти нормы остаются нормами, пока они не будут закреплены в соответствующих словарях. И, может, я что-то пропустил? Может, я пропустил какую-то очередную орфографическую реформу, что вдруг название с окончанием на О, тем более городов, начали склонять. С Кемеровом, допустим, да, не склоняют же. Ну, это просто какая-то беда. И, главное, знаете, друзья, ладно там газета Анапа, провинциальная, она может себе так писать, и я очень всегда злился, когда читал. Вот. Они еще всегда пишут, допустим, стоимость арбузов на рынке, допустим, там 10 рублей, ой, как раз не рублей, они пишут 10 российских денежных единиц. Вот тоже придумали какую-то, я не знаю, какую-то ерунду. Ну, напишите рублей, там, ссылковых, в конце концов, ладно, люди поймут русские. Но денежные российские единицы, это вообще ерунда какая-то полная. Вот, поэтому, ладно, в этой газете там пишут, вот такие дают какие-то ляпы, совершенно дурацкие. Но ведущие центрального нашего телевидения, первый там и в канал, и в Кемерове, полная ерунда. Продолжаю пить чай. Так вот вопрос, что делать в Анапе? Жить, продолжать жить? Причем, я сказал, что, конечно, у вас не получится, вдруг, если у вас какие-то были проблемы у себя в городе, да, вы приезжаете в Анапу, и у вас думаете, что все будет по-другому. Нет, будет все так же. Почему? Потому что ни окружающая обстановка, ни климат, ни люди делают вашу жизнь другой. Вы сами всегда делаете свою жизнь, и ваш характер, ваше умение общаться, оно формирует вашу жизнь. И не надо думать, что вы приедете в Анапу, и вдруг вы тут обретете каких-то новых друзей. Нет, друзья будут, и круг у вас, если он и сложится, он будет точно таким, как он был у вас. Если вас окружали какие-то там склочники, жадюги, недобросовестные люди, они и здесь у вас будут. Почему? Да потому что смотрите в себя, может быть, вы и сами не можете разглядеть, как говорится, бревна в глазу своем. И сами такой же и притягиваете таких людей. Вот, поэтому а человек добрый, бескорыстный, общительный, он и в любом городе, в любой обстановке, даже в тюрьме, на войне, он обретет друзей, которые вот ему близки, которые ему будут чем-то помогать, которые будут ему интересны. Вот, это вот первое. То есть, когда вы приезжаете в другой город, вы просто начинаете в нем жить той жизнью, в которой жили до переезда. Если вы вели активный образ жизни, ну, я не имею там в виду спорт. Я имею в виду общественную активность. если вы там боролись за устройство пандусов для инвалидов, хороших тротуаров, велодорожки, зеленое насаждение, то и вы тут тоже будете заниматься тем же самым. вот я, допустим, переехал, да, у меня какие были в жизни, так скажем, интересы? это забота о благе Отечества, стремление к прекрасному, и постоянный поиск себя, самосовершенствования, поиск духовного. Ну, вот первое, то, что я сказал, это Отечество, да, это я реализовал в казачестве, потому что я сразу приехал, пошел в казачество, вернее, сначала я пошел в церковь, вот, потом в казачество, потом с батюшкой, когда поговорил батюшка, ну, это целая история, как я попал в Анапу, с этим батюшкой, отцом Алексеем, Гусевым. Я познакомился еще в декабре 13-го года в Москве в Храме Христа Спасителя на первом Всероссийском съезде духовников казачьих войск. Вот. Мы там с ним познакомились, вернее, он меня увидел, его привлекла забайкальская казачья форма, желтые лампасы, синие брюки, желтые околыши на фуражке. Вот он подошел, попросил сфотографироваться, мы сфотографировались, поговорили. Батюшка оказался с Анапы, в частности, с храма Варваровки, села, Свято-Варваринский храм тоже оказался. Вот. И когда я приехал в Анапу в 2014 году, я поехал в этот Свято-Варваринский храм к этому батюшке, потому что это был единственный человек, которого я в Анапе знал. и он сказал, давай, парень, иди в казачество, продолжай службу. Я его спросил, а куда мне тут вот как-то есть городское общество. Он отправил меня в районное общество, и что я и сделал, и Атаман района общества, так скажем, зачислил меня в Варваровское хуторское казаче общества. То есть, вот так вот у меня все сложилось. Ну, писал я стихи, да, увлекал. Искать, где там поэты собираются. на поэтическое собрание. Свежим гляном, все интересно. Все это посмотрел, вслушался, увидел уже какие-то какое-то единство и борьбу противоположностей, увидел какие-то там любовные связи, ну, потому что вот пришел, допустим, парень, да, с девушкой, вижу, что они там сидят как два голубка. Естественно, понятно, что у них роман. Парень молодой, девушка постарше. Ну, я так про себя думаю, эх, парень, парень, хлебнешь ты еще, как говорится, из горькой чаши. Действительно ходит какое-то время, они расходятся, вот. А я все это вот, когда увидел, я это все у себя в дневнике, в живом журнале написал, как говорится, в открытой форме, то есть я ничего не скрывал. А как раз вот этот парень, про которого я говорю, молодой, интересный, перспективный поэт, вот, это был его творческий вечер, и я написал, что, конечно бы ему лучше писать не о любви, а у него так вот, поэзия была насыщена такими любовными мотивами. Я написал, лучше бы он писал бы про город, про Анапу, про улицы, потому что, в общем-то, не так много стихов об Анапе. вот, потом, значит, другой был, другое мероприятие, опять поэт, опять те же самые, опять этот же парень, опять эта же девушка его, опять другие персонажи, и ко мне уже подходят, а люди читают интернет, тем более, разместил-то это я все не только у себя в живом журнале, но и на сайтах, на сайтах, в блогах местных, она по инфо, она по тудей, претензии высказывали, а другие, наоборот, подошли, как-то выразили слова поддержки, что текст им понравился, и так как в этой поэтической организации было как бы два лагеря, ну, я так сразу понял, что так оно и есть, понятно, я примкнул к одному лагерю, меня сразу туда приняли, в другом лагере как-то не очень меня так осторожно воспринимали, но это жизнь, друзья, поэтому когда мы попадаем в новую обстановку, в новый коллектив, все равно, как говорил Бунин, я не червонец, чтобы всем нравится, вот, так и я тоже придерживаюсь этого же мнения, надо просто оставаться собой в любой обстановке, и я вам говорил неоднократно, упоминал это имя, это Виктор Франкл, психолог, известнейший психолог, австрийский, смысла, вот когда-то эта книга перевернула меня всего, мое сознание, так как в свое время, как говорил Ленин, да, его чернышет делает роман, перевернул, но лучше бы он его не переворачивал, вот, ну, а меня перевернула эта книга «Человек в поисках стла», и я вдруг увидел в ней очень много полезного, и привет Якутии, привет Челябинску, отношения личные с Наташей у вас между собой конялись, то, романтичнее стали друг другу, или как-то наоборот ухудшаются, друзья, я ухудшал, да, что не надо ждать от того места, куда вы переехали, что круг вас изменится, нет, абсолютно нет, вы остаетесь те же самыми, те же самые отношения и друг с другом, и отношения к миру, к окружающим людям, у вас все то же самое, потому что это ведь складывается, как говорится, с молодых ногтей, поэтому никак вы не поменяетесь, все будет точно так же, если вы ссорились, вы будете ссориться, если вы жили в любви и согласии, вы будете жить в любви и согласии, вот, поэтому меняется только место, климат, покажите море поближе, погода, супер, да, я сейчас так морю, так, сейчас буду погружаться в воду, потому что песка нахваталось, я пока в дюнах валялся, так, ну, надо быть осторожным, чтобы не утопить свой смартфон, все-таки, это не аквабокс, вот, я уже в воде, как меня слышно, друзья, вот до чего техника дошла, в море сижу и веду прямую трансляцию, блин, как это, раз, любит. так, ну, вот так, друзья, если у вас есть какие-то еще вопросы по переезду в Анапу, то пишите в комментариях, я отвечу, подписывайтесь на мой канал, обязательно подпишитесь, вот, пините на или на желтенькое солнышко или внизу на красную надпись подписаться, подпишитесь, те, кто нажал, нажмите колокольчик, вам будут приходить оповещения о выходе моих новых видео, смотрите мои предыдущие видео, просмотрите плейлисты, посмотрите, как я жил в Чите, какая у меня там была квартира, как я ее продавал, все это вы можете найти на моем канале, очень много видео, у меня уже 1700 видеороликов, 10, наверное, плейлистов на различные темы, и музыкальная Анапа, и православная Анапа, и прогулки по улицам Анапы, и новости там, недвижимость, и ремонт, покупка квартиры, все, все, все на моем канале, это целая уже можно сказать энциклопедия Анапы, вот, рынки, магазины, вот даже я птичий рынок показывал, кто знает, что в Анапе существует птичий рынок, а вы вот наберите в поисковой строке Анапа, птичий рынок, ну и можете еще написать альбатрос, вот, по моему тегу, тег, у меня тег, ну знаете, вот эта решеточка, потом СТР альбатрос, без всяких там точек, прямо СТР альбатрос, вы найдете мои видео, так что, изучайте мой канал, на нем много интересного, комментируйте видео мои предыдущие, задавайте вопросы, будем общаться, если вы приезжаете в Анапу, то звоните мне, пишите мне, встречайте меня, будем общаться, я вам расскажу, покажу все, если будет у меня настроение, поэтому, поэтому вот так, сейчас отвечаю на вопросы, кто еще там сподобился задать, слышно хорошо, улица гоголя 153 снимите пожалуйста при возможности, да, я гоголя уже снимал, что-то плохо тебя видно, бывают конечно вот эти сбои, вид классный с бархана, ну давайте еще раз полюбуемся, вот молодые люди сердце, сердце вытаптывают, это знак любви и преданности, я думаю, анапи, он несет рыбу, человек продает, вот смотрите, пиво-рыба-раки, 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 ну так вот видеть, цифровой зум, конечно, он не очень хорош, вот, я сейчас знаете, собираю на камеру и 2000 у нас уже друзья, даже 2200 рублей есть на нашу камеру, вот, почему говорю на нашу, потому что когда эта камера у нас появится, вот, то конечно качество съемки улучшится, поэтому смотрите в описании к видео номер карты Сбербанка или Яндекс.Деньги, в общем, кому как удобнее перечислять деньги на WebMoney, на PayPal, в общем-то, у меня все кошельки открыты, ну, ну, вот, мы уже час 22 минуты общаемся, солнце уже жарит, еще раз давайте взглянем на мой флаг, все, друзья, все рассказал, все показал, как смотреть мое видео, где смотреть, с вами был Александр Полуполтиных, канал Альбатрос, всего вам доброго, еще раз горячий привет с Черноморского курорта Анапа, пока! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова